Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас пустые баночки за сентябрь. Здесь у нас и фикс прайс, и эйвен, и другая продукция. Давайте начнем с двух тканевых масочек. Первая у нас это Teju Farm, если я правильно говорю, фирма Cosmia. Они представлены в фикс прайсе. Это тканевые маски. Это у нас с коллагеном и гиалуронкой эластичность коррекции овала лица. Стоят они там 77 рублей. Мне очень нравятся маски из фикса тканевые. От них действительно виден эффект, нет ощущения липкости. И не нужно смывать оставшуюся сыворотку. Лицо после нее сияет. Я, если честно, в диком восторге. Когда в следующий раз буду в фикс прайсе, я обязательно возьму еще. Вторая масочка это Vellenta. Я, по-моему, брала ее в Dixie на распродажах. Что-то около 70 рублей тоже она стоит. Это у нас с витаминами B3B12 и микроводорослями. Выравнивает тон, увлажняет кожу. Для нормальной комбинированной. Знаете, неплохая маска. Но, честно говоря, маски из фикса мне нравятся больше. Здесь тоже есть эффект. Действительно, выравнивание тона. Действительно, хорошая напитанная кожа. Здесь, по-моему, сыворотку надо смывать. Но классная. Мне нравится, она хорошая. То есть, можно, если вы видите, где на скидках, взять и попробовать. Мне кажется, Vellenta есть и Magnit Cosmetics. Возьмите маски неплохие. От Иван у меня закончилась вот такая вот питательная сыворотка для волос. Всесторонний уход. Вот так она выглядит. Она у меня уже давно, потому что мне вот этих 30 мл хватает очень-очень надолго. Чтобы волосы ваши выглядели великолепно, достаточно 1-2 капель. Не пушит, приглаживает. Но приглаживает в хорошем смысле слова. Объем мой все равно сохраняется. Они блестят. Они выглядят здоровыми, живыми и напитанными. Мне нравится очень эта сыворотка. Сейчас у меня из этой линейки другая. И когда я ее закончу, я обязательно повторю покупку. Потому что, ну, это восторг. У меня довольно-таки, ну, как сказать, жирные волосы у корней и сухие на кончиках. И эта сыворотка не утяжеляет мои волосы. Они себя чувствуют шикарно на протяжении трех дней до последующей помывки. Рекомендую. Буду выбрасывать вот такое вот молочко для снятия макияжа от Avon True Color. Вот так оно выглядит. Видите, оно у меня практически полное. Потому что это вообще полный бред. Во-первых, ну, сама текстура молочка. Я взяла его на пробу по какой-то смешной цене. Ну, бог с ним, молочко и молочко. Нет. Наносишь на ватный диск, прикладываешь глазусь, сразу ощущаешь то, что щиплет. Дискомфорт какой-то. И удаляет макияж. Она, не знаю, с пяти или с десяти ватных дисков. Зачем такие продукты до сих пор выпускают, я не понимаю. Мицелляркий и хорош. Выкидываю, потому что куда его еще применить, я не знаю. Ну, не руки мазать. Это же молочко для снятия макияжа. Больше никогда брать не буду и вам не советую. Дезодорант Дионика. Они много где сейчас представлены и разрекламированный их пудровый эффект. Это легкость пудры у меня. 0% спирта и парабенов. 48 часов. 48 нет. 24 да. Хорошие дейзики. Кстати, я за 100 рублей где-то брала их. И такой большой баллон. Мне хватило его надолго. И действительно, эффект пудры есть. То есть при распылении моментально все впитывается. Кожа гладенькая, ухоженная. Хорошие дейзики. Кто не пробовал, советую присмотреться. 2 лака для волос у меня закончились. Первый это VeloFlex. Это у нас объем для тонких волос. Пятерка, сверхсильная фиксация. Что хочу сказать про этот продукт. Взяла его, потому что была скидка. Взяла зря, потому что есть у меня любимый лак и есть. Зачем экспериментировать? Потому что не стоит он совершенно того и денег своих не стоит. Фиксации никакой нет. Объема для тонких волос нет. Как лак, обычный лак может быть и да. Но мне обычный лак не нужен. Мне нужен тот, который дарит объем, густоту волосам. И причем надолго. Поэтому я больше покупку повторять не буду. Еле-еле добила. Вообще просто он у меня так давно стоял. И с превеликим счастьем его выкидываю. Второй лак для волос это Taft. Вот это мой любимчик. Это мой любимчик. Много-много лет уже. Именно зелененький. Объем. Это у нас четверочка сверхсильная фиксация. коллаген плюс усилитель объема для тонких волос. Действительно. Вот он отвечает всем заявленным функциям. Я делаю с ним укладку после помывки головы. И все. И 2-3 дня я хожу. Можно просто расчесаться, руками так поправить прическу. И у тебя объемчик на голове. У тебя хорошая форма. И все замечательно. Он потрясающий. Девчонки, кто хочет добиться объема на своих волосах, у кого тонкие волосы, подойдет идеально. У меня они не тонкие, но объема мне не хватает вечно. Это мой любимчик на протяжении лет 5, наверное, точно. Сейчас я взяла на пробу Magnet Cosmetics пятерочку. Не розовая, а красная полосочка. Тестирую его уже несколько дней. Тоже очень классный. Еще чуть-чуть посильнее, чем этот. Действительно, они отличаются. Они как маркетинговый ход, да, разные цифры. Да, они отличаются. Я вам очень советую присмотреться к этому лаку, если вы желаете видеть на своих волосах объемы и красивую укладку. Закончился шампунь Avon из детской линейки Natural Skids. Он у нас с яблочком. Очень вкусно пах. Ну и в принципе все. Заявленным функциям своим отвечал. Аллергии у нас на него не было. Высыпаний никаких не было. Написано, что он без слез. Ну, как бы, вроде как да. Шампунь-кондиционер? Нет. Это нет. Здесь написано, что он шампунь-кондиционер. Но смотря у кого какие волосы. У нас волосы длинные, путаются очень сильно. И без каких-то масел, масок и бальзамов. Но расчесать их практически нереально. А так, очень неплохой шампунь. Будет акция. Буду повторять покупку. У меня закончился белорусский сухой шампунь от фирмы. У нас Vitex. Это очищение волос без воды. Объем и свежесть с экстрактом граната для тонких и ослабленных волос. Хороший, девчонки, продукт. Очень хороший. Я пробовала сухой шампунь от Фаберлик. Еще какой-то. Вот этот вот самый классный. По сути, в принципе, это все картофельный или кукурузный крахмал. Но в удобном формате. В формате распыления. Он действительно мгновенно очищает ваши жирные корни. Распределяете по прядкам. Отделяете. Вот так и дальше распределяете. Расчесываетесь. И вау. Мало того, убирает жирность, так еще и придает объем. Прям такая шевелюра после него. Как будто ты волосы обогатил там не знаю чем. Ну, хороший сухой шампунь. Реально хороший. Поэтому кто применяет их, мне они, в принципе, не нужны. Я брала вот на пробу и периодически пользовалась. Вот знаете, надо там снять видео, а ты сегодня не помыла голову. Дай-ка я пройдусь вот по рядочкам освежить прическу и создать дополнительный объем. Да. А так, в принципе, они мне не нужны. А кто пользоваться любит, присмотритесь к фирме Vitex. Добила тоник от Evelyn. Вот так он выглядит. Для проблемной кожи. Вот так. Против прыщей и после угревых изменений. У меня нет ни того, ни другого. Но, тем не менее, кожа комбинированная периодами жирная. И поэтому решила его попробовать. Это антибактериальный глубоко очищающий тоник. И, по мне, так это спирт спиртом. Вот знаете, и по нанесению, прям, ну, спирт тягой воняет. И по эффекту. Он сам вот такого вот синенького цвета. Написано, что здесь салициловая кислота и депантенол. Да, возможно. Но вот этот вот спирт спирт, он действительно присутствует. Кожу подсушивать здорово. Поэтому обладателям сухой и чувствительной кожи я его рекомендовать не могу. А тем, у кого жирная и комбинированная, тем более подростковая, склонная к высыпаниям. Вот это вот вообще неплохой продукт. Из ароматов закончилась у меня малышка от Avon Incandescence. Очень мне нравится этот аромат. И особенно его шлейф. Я прям, девчонки, тащусь. Я уже вот в новом заказе делала заказик. Но у меня тоже, кто этот аромат на мне чувствует, все просят его заказать. Поэтому себе заказать не смогла. Но обязательно в следующих каталогах, если будет на скидках, этот аромат возьму однозначно. Потому что пока их у меня вовне. Вот эти вот все малышки надо израсходовать, поносить. А так прям, ну супер. Мне очень нравится шлейф. У нее такой дорогой. Такой вот, прям, ну не знаю. Не то, что возрастной. Нет. Но не для 20-15 лет и не для 60. А вот как раз вот 30-40 лет. Вот такая туалетная водичка. Это вот супер. Люблю очень. И вы знаете, у меня на одежде после стирки даже держится этот аромат. Поэтому люблю не могу. Вот такой гель для стирки у меня закончился. Из фикса. Здесь полтора литра. И стоит он то ли 50, то ли 55 рублей. Я не помню. И вы знаете, что хочу сказать. По составу, если кому интересно, сейчас покажу. И по своим функциям он ничуть не уступает более дорогим вариантам. Я бы сказала, что это такой 1,2 литра здесь. Среднячок, в общем. Где же состав-то? Господи. Вот он. Он причем на русском. Можете нажать на паузу и почитать. Состав нормальный. Спрашивала у знающих людей. Говорят, просто здесь чуть больше паф. То есть у аллергиков может вызывать аллергию. Это у нас универсальный спрей для... Ой, спрей, господи. Гель для цветных тканей. И он классно справляется с своей задачей. Я сейчас, правда, подсела на Окс или Окс. Не знаю, как правильно, из фикса. Он 99 стоит. Там вообще бомба. Там белые носки у ребенка отстирывает. Прям я люблю его лютой любовью. Он такой концентрированный. Бутылочки в таких идет. А вот этот вот, ну, чуть послабее. Но, тем не менее, неплохой. За 50 рублей. С нормальным составом. Вот такой вот объем взять. Огонь. Закончился у меня вот такой вот гель для душа от Avon Senses. Это у нас экзотический фрукт и пион. Я очень люблю запах пиона в какой-то косметической продукции. Поэтому этим гелем для душа пользовалась с превеликим удовольствием. Не продумав момент, что как же вот он будет стоять на ванной. И нужно будет подносить губку-дозатор. Не очень удобно. Я, скорее всего, больше такие большие форматы брать не буду. Не нравится мне то, что здесь дозатор неудобно. Вот если бы он был длиннее раза в два, тогда да, тогда прям вот супер. А вот так совсем неудобно. Мочалку, если она у вас еще большая, поднести. Мне не нравится. Такого розового цвета. И пахнет здорово. И пенится замечательно. Нареканий к нему никаких. К вопросу о цвете моих волос. Очень много мне задают этих вопросов. Чем я крашусь, вы уже знаете. А чем я поддерживаю цвета, один из продуктов – это тоника. Закончился у меня вот такой вот шампунь с эффектом ламинирования. Нейтрализатор желтизны. Биоламинирование даже. Это шампунь. Но я его наношу, девочки, не как шампунь. Сейчас, если чуть выдавится, я вам попробую показать цвет его. Я его наношу на мокрые волосы. И пока там сижу в ванной, делаю масочки, какие-то скрабы. Вспениваю на волосах. Промываю как следует кожу головы. И оставляю на волосах минут на 20-30. И только потом смываю. И вот тогда цвет действительно есть. Девчонки, не давится. Все я до капли, видать, использовала. Если вам будет видно, вот он, такого синего цвета. Именно синевого, не сиреневого. Сиреневые продукты вообще слабо работают на волосах. Если идете выбирать себе тон, смотрите, чтобы был синий. Это уже проверено и доказано. И, в общем, 20-30 минут я держу его на волосах. Потом смываю, пользуюсь бальзамчиком, либо масочкой. И здорово. И тогда волосики действительно отливают. Нейтрализатор желтизны срабатывает. А если его использовать просто как шампунь, помыл голову и смыл, эффекта ноль. Вот вообще ноль, никакого. Поэтому только вот в таком варианте. Ну, а на этом у меня все. Вот такие были пустые баночки. Если видео было вам полезно и понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А я с вами прощаюсь. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok